Вместо кипы бумаг – смартфон. Высокие технологии, без которых не мыслит своего существования молодежь, добрались и до старшего поколения. Приложение пенсионного фонда успешно работает уже не первый год, а с будущего года его функционал расширится. В России активно начнут внедрять электронное пенсионное удостоверение. С 2015 года законодательно не предусмотрена выдача пенсионных удостоверений и для подтверждения статуса гражданина как пенсионера специалистами территориальных органов пенсионного фонда выдается справочка после назначения пенсии гражданину. Эта справка нужна гражданам для того, чтобы они могли подтвердить свой статус как пенсионеров для государственных и коммерческих организаций в целях получения определенных льгот, мер социальной поддержки и также определенных каких-то скидок, которым делают торговые сети, те же аптеки. Сейчас для получения справки пенсионеру необходимо лично обратиться в отделение фонда, а это транспортные расходы и время затраты. Новшество должно максимально упростить эту процедуру. Получить пенсионное удостоверение можно будет не выходя из дома. Главное иметь под рукой смартфон и пользоваться преимуществами, которые дает статус пенсионера. Со смартфоном сейчас это уже довольно-таки распространенная функция. Просто считывается QR-код и человек получает свои положенные скидки или льготы. Ничего специально скачивать не нужно будет. Все это будет внутри мобильного приложения нашего. Оно доступно и для владельцев андроидов, и на платформе iOS. То есть большинство охватит это мобильное приложение. Единственное, чтобы получить к нему доступ, нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Данные пенсионеров будут зашифрованы в QR-кодах. Постепенно на их обработку будут ориентированы все государственные и многие коммерческие организации. Такая же функция будет предусмотрена и для граждан предпенсионного возраста, которые в соответствии с новым пенсионным законодательством приобретают правы на льготы с 2019 года. Реализация этого проекта планируется на 2019 год и к концу первого полугодия 2019 года ожидается, что она будет завершена во всех регионах Российской Федерации. Но все же справка останется как запасной вариант на случае, когда гаджет пенсионера не позволяет установить приложение. Правда, виды изменятся. На ней тоже появится QR-код с данными пенсионера. Ведь технологические новшества – это удобней, как ни крути. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ «Иваново».